Как я уже сказала в своем анонсе, 78% мною лично опрошенных в социальных сетях сказали, что они практически ничего не знают об эфирных маслах. Но, собственно, меня это вообще нисколько не удивило. Я и ждала этого ответа. Вот, потому что я... Потому что я всегда сравниваю с собой. Потому что всего лишь два года назад я сама ничего не знала про эфирные масла. Вот, я думала, что эфирные масла – это только чтобы хорошо пахло. Все, на этом мои познания заканчивались. Но два года назад я вошла в совершенно другой мир. Мир эфирных масел, которые мы называем настоящие эфирные масла. И поэтому теперь я просто не могу молчать. Я должна об этом всем рассказывать. Потому что это просто самое настоящее чудо. И когда я вижу, что в комментариях обливают грязью эфирные масла, или относятся к ним с пренебрежением, со страхом, с опасением, с недоверием и другими негативными эмоциями, мне хочется доказать обратное. И поэтому хочется включить все свои знания, все свои ресурсы, чтобы люди так же, как и я, прониклись к эфирным маслам. Ну, хотя бы для начала вниманием. Я-то прониклась уже любовью и уважением, глубочайшим почтением, просто преклонением перед эфирными маслами. Но для начала хотелось бы, конечно, чтобы люди просто прислушались. Поэтому сегодня этот эфир очень важный для меня, для того, чтобы познакомить вас с настоящими эфирными маслами. Я бы очень хотела, чтобы вы досмотрели этот эфир до конца, потому что в конце я, во-первых, объявлю вам о подарке для тех, кто был на этом эфире. А во-вторых, я сделаю уникальное предложение, которое я совершенно точно знаю. Я делать больше не буду. Я решила это сделать именно сегодня. Вот, поэтому смотрим эфир до конца. Итак, мне сегодня будет помогать моя помощница Светлана со слайдами. Вот, я жду тогда первый слайд на экран. Ладно, пока Светлана подключает слайды, наверное, какая-то небольшая техническая заминка. Я расскажу содержание сегодняшнего эфира, о чем я буду вам говорить. Ну, во-первых, я расскажу, что такое эфирное масло. Немножечко настоящее эфирное масло. Объясню, чем отличается эфирное масло настоящее от ненастоящего. Чуть-чуть окуну вас, совсем чуть-чуть, в историю эфирных масел. Расскажу с помощью, какими методами добывается эфирное масло, то есть как, откуда оно получается. Какими методами определяется чистота и настоящесть эфирного масла. Где мы применяем, в каких областях эфирное масло. Какие есть способы его применения. Ну и, в общем, обзор самого популярного набора эфирных масел, которые мы называем стартовым. И расскажу, почему именно эти масла вошли в стартовый набор. Что такое вообще эфирное масло. Часто слышу от несведущих людей, что эфирное масло это что-то такое, что создал человек. Но на самом деле, конечно же, это не так. Эфирное масло это то, что добывается из растения. Вот на земле очень много видов растений. Вы знаете, что вся земля просто буквально покрыта растениями. Но далеко не из каждого растения можно добыть эфирное масло. Менее 5% от всех растений только пригодно для добывания эфирных масел. То есть понимаете, это такая эфирное масло, то есть это такая редкая штучка. Далеко не каждое растение содержит эфирное масло. На сегодняшний день излучено 17,5 тысяч видов растений, которые содержат эфирное масло. Но выделено эфирных масел примерно 3 тысячи. И производит на сегодняшний день примерно 300 видов масел. То есть представляете, какой большой разброс. 17,5 тысяч растений могут содержать эфирные масла. И только 300 видов масел производится на сегодняшний день. То есть у нас с вами впереди еще огромное будущее с точки зрения получения новых эфирных масел. И можно сказать, что мы находимся в самом начале вот этого использования эфирных масла в своей жизни. Хотя на самом деле эфирные масла используются уже очень-очень с давних, древних времен. Увели слайды. Ура! Ура, ура, ура. Следующий слайд, Светочка. Первый блин к ому. Это даже первая со светлой презентация со слайдами. И мы немножко тут косячим. Я думаю, нас простят. Все же люди, да? Так, все, вот слайд. Что такое эфирное масло? Вот. Так, значит, что такое эфирное масло? Это концентрат растения. То есть это вытяжка из растения или это по-другому эссенция растения? Ну вот, то есть, чтобы вы понимали, что слово эссенция, наверное, думаю, многим о чем-то говорит, да? Это сразу как-то ассоциация с уксусной эссенцией. То есть это что-то такое очень-очень концентрированное. Вот эфирное масло – это и есть такое что-то очень-очень концентрированное. Собственно говоря, это все, что заключено, все содержимое растения, оно заключено как раз вот в это эфирное масло. То есть это именно те соединения химические, которые придают растению характерный аромат. Но не только характерный аромат, еще они защищают растения от вредителей, от болезней, от различных климатических неблагоприятных условий. Помогают растению размножаться, опыляться и так далее, и так далее. У этих ароматических летучих соединений есть одна особенность. Они представляют собой очень-очень мелкую молекулу. И у этой молекулы есть особенность при комнатной температуре из твердого и жидкого состояния переходить в газообразное. То есть это очень и очень летучие соединения. Поэтому когда мы открываем флакон с эфирным маслом, мы сразу чувствуем в комнате аромат этого масла. Почему? Потому что оно мгновенно улетучивается. То есть молекула настолько маленькая, она настолько летучая, настолько она быстро превращается в пар, в эфир, в воздух. Что мы сразу же чувствуем присутствие вот этого аромата в воздухе. Вот этим они и характеризуются. Поэтому они названы эфирными маслами. То есть с одной стороны это масло, это жир, потому что масло у каждого ассоциируется с жиром. Но с другой стороны этот жир, он имеет особую структуру и молекулы способны просто испаряться. И если мы капаем каплю эфирного масла, например, на бумагу, то через некоторое время от этой капли может вообще ничего не остаться. Потому что все испаряется и не остается даже следа. Правда есть эфирные масла, которые оставляют след, но по большей части следов не остается. Значит полезные свойства эфирных масел определяются наличием в них химических соединений. Вот здесь можно было бы провести аналогию с лекарствами, потому что лекарства, они тоже представляют собой химические соединения. Но есть очень большая разница, что эфирные масла содержат природные химические соединения, а лекарства, химические соединения синтезированы в виде. То есть именно то, что создано человеком. И в этом их отличие. Поэтому эфирные масла, так же как и лекарства, здесь у них есть некоторый схожий момент, они оказывают свое целительное или целебное действие, но в отличие от лекарств они не оказывают никаких побочных эффектов. Просто потому, что это природный компонент, это природная составляющая. А у природы, как вы знаете, ну если ее грамотно, разумно использовать, не бывает побочных эффектов. Как производят эфирные масла? То есть их не то, чтобы создают, как их производят, их просто добывают из растений. А добывают их в основном двумя способами. Это паровая дистилляция и метод прессования. Надо сказать, что далеко не все эфирные масла содержат одинаковое количество масел. Например, из одних растений масло добыть очень легко. И это совершенно не такой незатратный производственный процесс. Но у других масел, у растений масла очень мало внутри. И поэтому, чтобы добыть вот у такого растения масло, приходится затрачивать большие производственные ресурсы. И именно поэтому стоимость масел сильно различается. То есть есть масла, скажем, за 1000 рублей флакон и есть масла за 10 000 рублей флакон. Один и тот же флакон, одного и того же размера. Но цена может быть вот такая разная. И это связано именно с этими особенностями содержания масла самого в растении и способом его добывания. То есть насколько затратным было его добыть. Чтобы сравнить степень концентрации эфирного масла, приведу такие цифры. Например, скажем, одна капля эфирного масла, например, ромашки. Вот то, что вы сейчас видите на экране. Она равна примерно 28 чашкам ромашкового чая. То есть представляете себе, если мы хотим получить какое-то целебное воздействие от эфирного масла ромашки, мы не сможем выпить 28 чашек чая, но мы сможем воспользоваться одной каплей эфирного масла ромашки. И это совершенно несложно. Следующий слайд. Это чем отличается натуральное эфирное масло от ненатурального. Современная химическая промышленность научилась создавать, то есть синтезировать самые разные ароматы. И этим, конечно же, воспользовались производители эфирных масел. И нам часто предлагают так называемые эфирные масла, на которых может стоять название, что это эфирное масло. Но на самом деле там эфирного масла может содержаться мизер, а остальная часть флакона будет просто наполнителем с искусственным ароматизатором. Но тем не менее, это тоже будет называться эфирным маслом. Но надо понимать, что такое эфирное масло, оно будет играть совершенно другую роль, в отличие от настоящего эфирного масла. Поэтому, когда мы открываем упаковку с эфирным маслом, например, купленным в аптеке, это какое-то недорогое масло, и читаем инструкцию, мы там чётко можем увидеть, что в инструкции пишут, что это масло только для наружного применения или только для инвалидационного применения. Поэтому здесь нужно быть очень внимательным. Если я, например, показываю, рассказываю какой-то рецепт с чайным деревом, что можно сделать так-то, нанести туда-то и избавиться от таких-то симптомов, то, конечно же, я имею в виду чистое эфирное масло. Но не то масло, которое будет, так сказать, в кавычках эфирным маслом. Если мы будем лечиться вот такими синтезированными эфирными маслами, мы вместо целебного эффекта можем получить совершенно противоположное, обратное. Поэтому здесь большая просьба различать вот эти понятия. И, с другой стороны, кроме того, что есть эфирные масла вот такие, как бы ненастоящие, искусственно созданные, есть ещё и настоящие эфирные масла. Но дело в том, что они могут быть не очень чистыми. И вот здесь нужно сказать следующее, что для того, чтобы определить чистоту масла, то есть отсутствие примесей, отсутствие каких-то загрязнений, применяется в современных условиях очень много самых разных способов определения вот этих вот примесей или загрязнений. Я сейчас вас немножечко попугаю умными словами. Я их даже сама не могу до конца запомнить, потому что здесь перечисляется несколько способов тестирования масел на чистоту именно. Ведь это же очень важно, чтобы мы применяли для своего здоровья именно чистые масла. И я расскажу вам, перечислю эти способы определения чистоты, те, которые используются в компании Дотера, представителем которой я являюсь. И вы сейчас поймёте, почему я их перечисляю. Это не просто для того, чтобы показать вам, что я какая-то умная, что я знаю умные слова. Я сейчас объясню, зачем я их перечисляю. Итак, смотрите, начинаем считать, сколько разных видов тестирования масел проводится на производстве Дотера, чтобы определить, что это масло действительно чистое и в нём нет никаких посторонних примесей. Значит, первое, самое важное определение чистоты масла – это тест с помощью газового хроматографа. Второе – это масс-спектрометр. Да, это будут такие сложные слова, но вы, может быть, где-нибудь потом их ещё услышите. Вот эти вот два теста определяют химический состав эфирного масла. Следующий способ определения присутствия синтетических веществ в масле – это тест, который называется хиральная газовая хроматография. Хи-хиральная газовая хроматография. Следующий тест, который выявляет тяжёлые металлы в эфирных маслах – это масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой. Вот так вот сложно. Есть ещё один тест, который выявляет в эфирных маслах наличие пестицидов, базовых масел и других примесей. Это называется жидкостная хроматография и масс-спектрометрия. Есть ещё один тест, который называется инфракрасная спектрометрия, и он проверяет физические характеристики эфирных масел. Есть ещё один тест, который называется колориметрия. Проверяет цвет, вкус, аромат, консистенцию и общий вид эфирного масла. И это ещё не всё. Следующий вид проверки масел – оптическое вращение. Тоже определяет наличие примесей в эфирном масле. Ещё один способ – денситометрия. Определение плотности эфирного масла. Ещё один способ – рефрактометрия. Это с помощью преломления света определяется степень чистоты масла. Ну и, наконец, последний тест – это тест на стабильность. Это когда эфирное масло подвергают разным температурным и прочим режимам для того, чтобы определить, как эфирное масло будет вести себя в разных условиях. И вот теперь смотрите, вот сколько я вам перечислила тестов, да, и все эти тесты проводятся на производстве Дотера, чтобы определить чистоту масла. Если масло не проходит один из тестов, оно не доходит до потребителя. Настолько Дотера дорожит чистотой своего продукта. Когда мы берём в руки флакон эфирного масла Дотера, мы на обороте пузырька видим целый ряд знаков, цифр и знаков. Что это такое? Это номер, который можно внести на специальный сайт и по этому номеру отследить все этапы проверки, которые прошло данное масло. И вот эти способы тестирования масел и проверки чистоты может позволить себе далеко не каждая компания, потому что все они очень и очень дорогостоящие. Поэтому, когда вы выбираете себе эфирное масло какой-то компании и хотите быть убеждёнными в том, что это действительно чистое масло, всё, что вам нужно сделать, это спросить у компании, какие методы проверки, какие тесты она делает для своего продукта. А ещё спросить газовую хроматограмму. Вот это будет самый важный показатель того, что масло действительно прошло наивысшей степени проверки. И что касается эфирных масел Дотера, то в результате вот этого многоступенчатого, многоступенчатой проверки на чистоту, эти масла получили сертификат CPTG, вы видите его на экране, который означает, что это сертификат масла терапевтического класса. То есть это масло, которое имеет статус и пищевой добавки в том числе, и что официально его разрешено принимать внутрь, если это масло для приёма внутрь. Я на этом специально заостряю внимание, потому что многие часто пугаются. И когда говорят, что эфирное масло можно принимать внутрь, они аж прям вот так передёргиваются, и приходят в ужас от того, что они никогда этого не слышали раньше, что это можно. Но вот на самом деле это можно делать только с эфирными маслами, которые имеют вот этот сертификат CPTG. И если вам ваша компания, где вы покупаете эфирные масла, предоставит вот такой сертификат, вы можете быть уверенными, что это чистое масло, и ему можно доверять. Ну и теперь немножко об истории масел. Это прямо совсем чуть-чуть, буквально там пару слов. Следующий слайд. Надо сказать, что история эфирных масел, она уходит с вами корнями очень-очень глубоко. Очень глубоко. Настолько глубоко, что археологи до сих пор не могут точно определить, где именно начали впервые использовать неочищенные эфирные масла. Но предположительно, это в одной из вот этих вот цивилизаций. Либо Египет, либо Китай, либо Индской цивилизации, либо Греция. Потому что археологи в своих раскопках находят там именно следы, и даже сами эфирные масла, что доказывает, что тогда это уже люди использовали это. И что характерно, есть немало случаев, когда древние эфирные масла доходили до наших дней и сохраняли свои целебные свойства. Вот это просто удивительно. У меня часто спрашивают, какой срок годности у эфирных масел. И я всегда спокойно говорю, что он огромный. Если масла хранить правильно, не нарушая правила хранения, то срок годности практически не ограничен. То есть очень долго они могут сохранять свои целебные свойства. Вот в конце 10-го, в начале 11-го века персидский врач Авиценна разработал впервые способ получения эфирных масел с помощью дистилляции. И можете себе представить, что даже до сих пор люди используют именно этот способ, который был разработан в конце 10-го, начале 11-го века. Кроме того, он написал книгу, которая много веков даже была популярна. Это книга «Канон врачебной науки», в которой он описал очень много способов применения именно эфирных масел из целебных растений. Ну и сейчас в современных условиях наука об эфирных маслах, конечно, внесла очень большой вклад в развитие, в понимание масел, да, и в понимание того, как их использовать. И что самое главное, современная наука сделала так, что эфирные масла стали доступны всем абсолютно людям. Раньше это было доступно только знати, то есть небольшому проценту людей, которые были состоятельными. А теперь мы с вами все имеем возможность пользоваться эфирными маслами и получать максимальную пользу для себя из этого целебного продукта. В следующем слайде речь пойдет о, собственно, самой компании «Дотера», представителем которой я являюсь. я являюсь официальным wellness-консультантом «Дотера», и поэтому у меня есть все возможности и все права, чтобы нести эту информацию людям и о самом производителе, и о продукте. Я с большой радостью могу и гордостью сказать, что в этом году мы отмечаем юбилей «Дотера». Это 15 лет создания, со дня создания компании вообще в мире. И в России тоже есть свой своеобразный юбилей. Это 5 лет, как «Дотера» в России. И с еще большей гордостью я заявляю, что даже в условиях санкций «Дотера» не ушла из России, а наоборот, она расширила и увеличила свои поставки. И мы успешно здесь пользуемся этими продуктами, невзирая ни на какие политические веяния. Основателями компании «Дотера» являются 7 человек. Они у вас сейчас на экране. И это те люди, которые были влюблены в эфирные масла настолько, что они захотели, чтобы все люди на Земле, ну или, скажем, большая часть людей на Земле смогли попробовать эти эфирные масла и получить от них всю неоценимую пользу, которая в них заключена. И что характерно, вот эти люди, они настолько были заинтересованы, чтобы те, кто работают, те в этой компании, кто добывают, я имею в виду, кто выращивает растения, кто производит, то есть добывает эфирные масла из растений, чтобы эти люди как можно больше зарабатывали. Поэтому основатели «Дотера» отказались от посредников, поставщиков и от крупных сельскохозяйственных предприятий. то есть эти люди, да, компания, она работает именно вот напрямую с производителями, что, конечно же, очень, ну, такой, очень немаловажный факт. Еще мне очень нравится подход «Дотера» в том, что и они все время работают над расширением ассортимента. Вот, например, у нас в России, когда пришла «Дотера» в Россию, в Москве на складе было 48 наименований продукции. Это было 5 лет назад. На сегодняшний день у нас 348 наименований продукции на российском складе. Понимаете, как, и вот это вот, и у нас все время это количество продукции пополняется, 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 и мы все время ждем чего-то нового и нового и нового. Это очень здорово, это радует, что компания не стоит на месте, а все время изобретает что-то новое. Это и эфирные масла одиночные, это и смеси эфирных масел, и пищевые добавки, и уходовая косметика, и средства личной гигиены, диффузеры, аксессуары, наборы эфирных масел, ну, и, в общем и целом, продукты для здорового образа жизни. На сегодняшний день более 10 миллионов покупателей и велнес-консультантов Дотерра работают во всех странах. Еще одно понятие, я с того слайда, Свет, я не сказала, что есть такое понятие, как глобальная ботаническая сеть. Я хочу объяснить, что это, это важно знать, потому что это именно характерно для Дотерры. Что такое глобальная ботаническая сеть? Это значит, что растения, из которых добываются масла, они произрастают по всему миру. И что важно, масла добываются из растений именно там, где растения произрастают. то есть растения не перевозятся из одной страны в другую, не преодолевают тысячи километров и не портятся в дороге. Где растет растение, там и добывается масло. То есть у Дотеры производство по всему миру. в Африке значит в Африке, в Болгарии значит в Болгарии, там роза, в Африке капайба, там талаванда, там нироли и вот так по всему земному шару. Вот это называется глобальная ботаническая сеть. То есть это очень важно для, опять же, для чистоты эфирных масел и для большей их ценности. Ну, миссия компании это дать каждой семье возможность попробовать эфирные масла и ощутить на себе их целительные свойства. Это вот как раз то, чем я и занимаюсь. Я хочу, чтобы каждый человек, который касается меня, который приходит ко мне в мои подписчики, в мои клиенты, чтобы он попробовал эфирное масло и понял, как это работает. Сферы применения эфирных масел это самые распространенные сферы, где мы с вами живем, где мы обитаем. Конечно, в первую очередь это здоровье нашего тела. У нас есть такой большой спектр эфирных масел, что мы не можем назвать ни одну часть тела, которой нельзя было применить бы эфирное масло. Единственное исключение, мы не можем допускать попадания эфирного масла в глаза, в уши, потому что это может вызвать ожог, но даже при этом предостережении мы научились использовать эфирные масла и для глаз, например, с помощью сухой ингаляции на расстоянии, когда мы капаем ладан на ладошки и подносим их к глазам, вот так. Это называется сухая ингаляция. с помощью эфирного масла, нанесенного на турундочку, и турундочку мы вставляем в наружный слуховой проход, таким образом мы тоже можем лечить на расстоянии проблемы уха. То есть так или иначе, но у нас каждая часть тела, каждая система и каждый орган могут взаимодействовать с каким-то маслом, и мы имеем подход к любому заболеванию. Эфирные масла это, конечно же, и эмоциональная терапия, и, наверное, это первое, с чем у человека ассоциируется эфирное масло, потому что это аромат, который через лимбическую систему воздействует на наше психоэмоциональное состояние. Конечно же, эфирные масла терапевтического класса можно использовать и в питании, и в кулинарии, потому что у них есть соответствующий сертификат, и они могут употребляться в пищу. Что немаловажно, эфирные масла очень активно используются для очищения организма. Сейчас эта тема очень популярна, очищение, детокс, это из каждого утюга об этом говорят, и здесь эфирные масла просто незаменимы. хотя бы просто потому, что эфирные масла сами по себе, они как раз и заточены на то, чтобы очищать человека от токсинов. Вот у них есть такое свойство. И я даже всегда говорю своим клиентам, подопечным, которые приходят ко мне на консультации, в марафон, я всегда говорю, не спешите применять сразу много масла, потому что они могут запустить мощный очистительный процесс. И вы покроетесь прыщами или начнете чихать и кашлять просто потому, что это не аллергия на масла, а что масла запустили мощный очистительный процесс. Поэтому мы привыкаем к эфирным маслам всегда с базовых, с небольшого количества и постепенно. Настолько мощно они очищают. Конечно, эфирные масла это и косметика уходовая, это есть даже целое направление аромокосметология, это уход за кожей лица, тела с применением эфирных масел. Это очень интересное направление и мы здесь тоже коммуницируем с разными специалистами, чтобы учить людей и как правильно ухаживать за кожей. Ну и, конечно, эфирные масла применяются активно в быту. Мы имеем целую линейку продуктов, которые можно использовать и для мытья посуды, и для уборки помещений, для чистки всевозможных поверхностей и так далее, и так далее. То есть спектр применения эфирных масел очень широк. По сути, это вся жизнь. То есть даже для животных применяем эфирные масла и для растений даже применяем эфирные масла, экспериментируем. Не можем жить без эфирных масел. В каждой точке нашей жизни есть место. Так, следующий слайд это способы применения эфирных масел. Их всего три. И здесь все очень просто. Это ингаляционный, наружный и внутренний. Ингаляционный это вдыхание, это вдыхание эфирных масел, причем вдыхать их можно тоже разными способами. Можно вдыхать просто с ладоней, когда мы капаем на ладошку масло, растираем и дышим с ладоней. Можно дышать с помощью диффузора, это специальное приспособление для ультразвукового мелкодисперстного распыления эфирных масел. можно носить аромокулоны со своим любимым маслом и дышать в течение дня. Можно использовать пассивные диффузоры, такие как керамические подставочки, фетровые вкладочки и так далее. Наружный способ применения предполагает обычное нанесение, массаж, протоколы, компрессы, обертывания и различные косметические процедуры. Ну и внутреннее, это когда мы просто принимаем эфирное масло внутрь. Поскольку эфирные масла очень концентрированы, то мы принимаем их обычно на каком-то носителе. Носителем может быть любой жир, например, ложка чего-то жирного, может быть сметаны, может быть сливок, можно растительного масла, можно принимать с медом, но а также можно принимать в капсуле, в полой капсуле эфирное масло. Ну и есть мягкие эфирные масла, которые мы можем просто принимать под язык и они очень быстро проникают в кровоток. Все три способа и ингаляционные, и наружные, и внутренние, они одинаково быстро доставляют эфирное масло в кровоток. Поэтому мы не отдаем предпочтение какому-то одному, мы просто действуем по ситуации и смотрим когда, при какой ситуации, какой способ нам удобнее применить. Теперь про биохимию эфирного масла. Не надо бояться слова биохимия, потому что здесь все будет просто как дважды два. я не биохимик, и поэтому биохимию эфирного масла я вам скажу самыми простыми словами. Начну с того, что молекула эфирного масла, она вообще очень маленькая, по-моему, меньше даже уже ничего не существует. То есть это очень маленький размер молекул, настолько маленький, что она может свободно проникать в клетку человеческого организма. но в клетку организма она проникает не только из-за своего маленького размера, а по большей части из-за того, что она имеет сродство к жирам, то есть липофильность. То есть молекула эфирного масла жирорастворима. А поскольку мы знаем, что клетка человеческого организма тоже имеет жировую оболочку, то соединяясь между собой молекула эфирного масла и клетка соединяются, молекула масла проникает в клетку и начинает там свое целительное воздействие. Например, приведу такой пример, как вирусное заболевание. Когда вирус проникает в клетку человеческого организма, он начинает там свою разрушительную работу. Он производит себе подобных и вплоть до того, пока клетка сама не развалится. Когда человек принимает лекарство противовирусное, лекарство не может проникнуть в клетку, потому что оно не жирорастворимое, оно водорастворимое. Поэтому лекарство находится снаружи клетки и только когда клетка разрушается под воздействием вируса и вирус выходит из клетки, вот только тогда лекарство может его нейтрализовать, убить и оказать свое воздействие. Но пока мы дождемся вот этого эффекта от лекарства, проходит время и мы себя очень плохо чувствуем. А вот эфирное масло оно не ждет пока клетка разрушится, пока вирус выйдет из клетки. Она разрушает вирус прямо в клетке. Не она, а оно эфирное масло. То есть эфирное масло проникает в клетку, оно убивает вирус и мы очень быстро выздоравливаем. Все мое окружение и близкое и не очень близкое, кто принимает эфирные масла во время вирусного заболевания, то есть как только заболел вирусом, тут же принял эфирное масло, мы знаем какое нужно принимать. И все, буквально за день, максимум два, мы выздоравливаем, вместо того, чтобы неделями, месяцами валяться в больнице и пожинать потом печальные последствия. Вот что такое целебное воздействие эфирного масла. То есть это просто ваша здоровая жизнь. И проникновение эфирного масла в кровоток, оно занимает буквально несколько секунд, ну или там 2-3 минуты. После принятия эфирного масла, причем неважно каким способом, наружным, внутренним или инвалиционным, эфирное масло оказывается в кровотоке и соответственно кровь уже разносит эфирное масло по организму, а там уже организм сам знает, куда направить церебное воздействие этого масла. То есть оно пришло туда, где есть проблема. И где есть проблема, там эфирное масло эту проблему решит. Причем очень быстро. Вот почему результаты применения эфирного масла очень быстрые. буквально считанные там минуты, да, минута, две, три, и мы уже видим, как эфирное масло оказывает свой эффект. Исчезает боль, исчезают отеки, там исчезает головная боль и так далее, и так далее. это это только лечение каких-то острых ситуаций, но эфирные масла это еще и воздействие на хронические заболевания. И вполне успешно мы можем справляться с хроническими заболеваниями, то есть излечиваться от них, если мы применяем эфирные масла комплексно с другими естественными методами, такими как изменение питания, очищение организма и так далее, и так далее. Мы с помощью вот этих комплексных мер занимаемся коррекцией веса, то есть успешно снижают вес те, у кого много лишнего, именно с применением эфирных масел. Мы нормализуем обмен веществ, мы понижаем уровень сахара в крови, у кого он повышенный, мы понижаем давление, у кого оно повышенное, мы позволяем человеку почувствовать увеличение количества энергии и прилив сил, если он до этого был в полном упадническом состоянии, все это позволяет делать эфирные масла, если применять их комплексно с другими мероприятиями. И наконец очень важная вещь сейчас поголовно идет вот эта зависимость от сладкого и люди просто объявляют себя сладкими наркоманами, до такой степени им трудно от этого избавиться. Эфирные масла очень хорошо здесь себя зарекомендовали как помощники в борьбе с вот этой зависимостью от сладкого. Это у меня даже есть целая куча примеров, когда люди у меня на марафоне запросто отказываются от сладкого, точечно применяя определенные эфирные масла. Какие не скажу, пока секрет. И еще есть одна очень важная вещь в применении эфирных масел, это клеточная регенерация. Поскольку вы уже поняли, что эфирные масла очень ловко проникают в клетку, у определенных масел есть способность воздействовать на клетки таким образом, что они занимаются их починкой. То есть они чинят поломанные клетки, восстанавливают целостность клетки и таким образом даже выводят людей на такое естественное омоложение. То есть мы знаем, что старение клеток и умирание клеток это наш процесс дряхления, разваливания нас как возрастных людей уже с этими возрастными признаками старения. Так вот эфирные масла как раз способны притормозить процесс старения и ввести нас на более такой молодой уровень. Ну и конечно поскольку эфирные масла занимаются починкой клеток, это как раз вопрос к теме онкологических болезней, системных заболеваний, различных аутоиммунных процессов и так далее. То есть подход очень-очень широкий со стороны эфирных масел. Ну и теперь про ограничения и противопоказания. По сути их практически нет. Они очень-очень узкие. Здесь нужно просто немножко применять осторожность, когда мы имеем дело с детьми и беременными женщинами. Для них есть четкие правила, что масла не применяются внутрь для маленьких детей и беременных женщин, а применяются только наружно и ингаляционно и с осторожностью. То есть сначала тестируются на коже в разведении с базовым маслом, потом аккуратно тестируются с помощью вдыхания издалека и только после того, как мы понимаем, что реакция хорошая, нет никаких неприятных моментов, тогда мы уже можем применять эфирные масла с той целью, с какой они нужны. Например, я знаю, что если женщина беременная заболела, то всегда стоит дилемма, что делать. Болеть плохо и применять лекарства тоже плохо. Вот здесь как раз выручают эфирные масла. С эфирными маслами можно позволить беременной женщине быстро перестать болеть и в то же время не будет никакого преданного результата и для ее здоровья, и для здоровья плода. Пожилым людям эфирные масла можно принимать так же, как и всем другим, но тоже с оговоркой, что это пожилые люди и к ним тоже нужен аккуратный подход. То есть если, скажем, молодой человек или просто зрелый человек, взрослый может за день принять несколько масел и легко с ним справиться, то вот с беременными и с пожилыми мы используем такой вариант, что сейчас мы приняли одно масло и мы выжидаем несколько часов, прежде чем принять другое. То есть мы не делаем большую нишанину из масел. Но это всего лишь небольшое ограничение, но не противопоказание. Ну и наконец состояние организма человека, оно всегда рассматривается в индивидуальном аспекте именно с точки зрения применения масел. То есть есть люди, они приходят ко мне, которые, например, очень зашлакованы, с большим лишним весом, с тяжелым питанием, и видно, что организм человека сильно зашлакован, сильно затоксинен. К таким людям я буду подходить со стороны эфирных масел очень аккуратно и очень осторожно, потому что у них эфирное масло может вызвать бурную реакцию очищения к тому, о чем говорила я раньше. И у них может наступить какая-нибудь реакция, похожая на аллергию, и такой человек может сказать, да пошли вы со своими маслами, я тут к вам пришел со здоровьем, а вы мне понимаете, тут довели до чего. Поэтому когда приходят такие люди, я всегда начинаю очень осторожно, буквально с одного какого-нибудь нейтрального масла, чтобы его организм начал привыкать. Ну а если человек приходит уже подготовленный на здоровом образе жизни, уже питание поменял, лишнего веса не так много, тогда, конечно, в таком случае можно быть более смелым, можно более смело применять эфирные масла, зная, что тяжелой реакции не наступит. Вот, собственно, и все ограничения, да, и противопоказания. И вот возникал вопрос, а где же узнать, да, а как же применять, а сколько вешать в граммах, а сколько капель в каплях. Сразу скажу, что любой пользователь Дотера, когда он приходит в компанию и регистрируется у нас, да, в моей структуре, он получается своим набором вот такой каталог. И в этом каталоге перечислены все базовые масла, и напротив каждого базового масла стоит условное обозначение и описание, как именно это масло применять. Кроме того, когда человек входит в партнерство со мной, да, и вступает Дотера, регистрируется по моей ссылке, у него открывается доступ, бесплатный доступ в базовый курс по изучению эфирных масел. И в этом курсе человек получает все необходимые знания о том, как пользоваться маслами. И это еще не все. Партнер Дотера, приходящий в мою структуру, получает доступ в отдельный чат, который у нас называется Аромачат, он в Телеграме, и это поддержка нон-стоп. Мы работаем практически без выходных и всегда отвечаем на вопросы всех, кто находится в этом чате, какая бы ситуация ни произошла. Заболел зуб, человек кричит в чат, помогите, что мне принять? Мы ему отвечаем, что ему принять. Заболел ребенок, помогите температуру ребенку, что делать? Отвечаем, что делать с ребенком, как применять эфирные масла. подскочило давление у мамы, у бабушки, что делать? Объясняем. Вот так-то, и так-то, примите такие-то масла, это на язык, это на область сердца, это на пульсовые точки, пожалуйста, применяйте. То есть, этот чат, это у нас такая рабочая скорая помощь, где любой человек может оперативно получить любую информацию касательно эфирных масел. Ну и теперь я хочу перейти к обзору набора эфирных масел, который мы называем, предыдущий слайд, Светлана, который мы называем базовым. Светлана, ага, вот этот. Значит, почему он называется базовым, да, или стартовым? Я вам уже сказала, что привыкать к эфирным маслам нужно с определенного количества масел, которые считаются самыми предсказуемыми, самыми востребованными, самыми популярными, которые можно принимать в любой жизненной ситуации. На самом деле эфирных масел это намного больше, и вы видите с моей спиной, что у меня их много. Это самые разные масла, которые используются и в протоколах, и в специальных массажах, и так далее, и так далее. На разные случаи жизни там женские масла, гормональные масла, и так далее. Но набор, который называется базовым, Дотера включила именно те масла, которые может использовать каждый человек в самых распространенных жизненных ситуациях. Какие это ситуации? Они здесь перечислены на слайде. Конечно же, это все ситуации, которые связаны с желудочно-кишечным трактом. И какие-то боли, и колики, и спазмы, и диарея, и запоры, и отравление, и похмельный синдром, и в общем все, тошнота, рвота, ротовирусная инфекция, все, что связано у нас с желудочно-кишечным трактом. У нас есть целых три масла в наборе. Это лимон, дача, сцена, мят, перечная, которые мы можем применять разными способами для того, чтобы решать проблемы как острого характера, так и хронического, такие как камни в желчном, да, холецистит, панкреатит, гастрит, колит, и все, на это, на все есть тоже эфирные масла в базовом наборе. Дальше, опорно-двигательный аппарат. Это тоже очень распространенная тема, когда у нас болят суставы, ну, мышцы, да, в районе суставов, когда у нас спазмированы воротниковая зона, поясничный отдел, остеохондроз и прочее, прочее, то есть, когда просто болит тело, да, мы, у нас есть специальная смесь, которая называется Ziblu, и она есть в наборе, и мы с успехом ее используем в любых ситуациях, там, потрудился с лопатой, да, скрутил поясницу, Ziblu, там, бегал, подвернул ногу, Ziblu, ребенок упал, ушибся, синяк, Ziblu, и так далее. Вот у нас на все это есть эфирные масла. Дыхательная система тоже большая проблема. Сейчас очень много людей с хроническими бронхолевочными заболеваниями, и бронхиты, и астма, и постоянные какие-то там пневмонии, и так далее, синуситы, линиты, танзелиты и прочее. У нас есть специальная эфирная смесь Бриз, которая решает проблемы такого характера. Я каждый раз при слове Бриз говорю, что Бриз помог вылечить моего мужа от ронхиальной астмы, которой он страдал 22 года, и 22 года он сидел на ингаляторе. И с тех пор, как мы стали применять Бриз и другие эфирные масла, ушел ингалятор из жизни, и ушли приступы. То есть, человек из астматика превратился в обычного здорового человека. И все это благодаря эфирным маслам. Иммунитет. Большая проблема на сегодняшний день. Очень многие люди жалуются на слабый иммунитет. У нас есть масла эфирные в наборе, у нас есть Онгар, у нас есть Орегано, который мы с успехом применяем и курсом, и при острых ситуациях, для того, чтобы помочь себе справиться с заболеванием. Нервная система, кожная система, и здесь у нас есть ответ со стороны эфирных масел. Это лаванда. К кожным покровам мы еще применяем чайное дерево. Это и прыщи, это и папилломы, и всякие гнынички, воспаления и прочие, 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 и грибковые инфекции. Это все у нас чайное дерево. Ну и, наконец, клеточная защита. Это то, о чем я говорила. Клеточная регенерация, защита клеток. Это масло ладан. Это вообще у нас король. Ладан мы называем королем эфирных масел, потому что он, во-первых, является универсальным, он может усилить действие любого масла. То есть, если мы хотим применить какое-то масло для какой-то ситуации и хотим более выраженного эффекта, мы можем соединить это масло с ладаном, и мы получим более выраженный, ярко выраженный эффект. А также масло ладана может использоваться в любой ситуации, когда нет никаких других. Вот парадоксально, но факт. Если у вас нет никакого масла, а есть только ладан в сумочке, вы можете использовать его для любой ситуации. Вот не важно, что с вами произошло. Либо вы упали и рассекли коленку, у вас кровит, мажьте ладаном, там укусил, какая-то зараза укусила, все распухло, отекло, мажьте ладаном, и так далее, и так далее. Вот настолько это универсальное масло. У нас в Дотерре есть два вида стартовых наборов. Первый набор малый, это семейная аптечка, и к ней в подарок в апреле идет эфирное масло дикого апельсина. Второй набор большой, это эфирный дом. В нем те же самые масла, но объемом они по 15 миллилитров. Если в семейной аптечке эфирное масло по 5 миллилитров, то в эфирном доме по 15 миллилитров, и плюс еще идет деревянная подставка и диффузор. Вот тот самый гаджет удобный для дома, когда мы можем распылять эфирное масло в помещении и наслаждаться ароматом. Ну и теперь о том, что собственно вам дает регистрация в Дотерра. Почему я так люблю, когда ко мне приходят люди в мою структуру, регистрируются на какой-либо набор. Я очень люблю им рассказывать, какие плюшки и какие бонусы их ожидают. Какие же плюшки ожидают вас в Дотерра, когда вы приходите зарегистрироваться, когда вы регистрируетесь и приходите в качестве партнера в Дотерра. Во-первых, это пожизненная скидка 25% на всю продукцию Дотерра. То есть вы можете покупать продукцию со скидкой как оптовый покупатель, а, например, продать вы ее сможете с доценкой 25%. но это я не к тому говорю, что вот идите и продавайте, это я просто сказала на всякий случай, потому что у нас, например, есть партнеры, которые рассказывают об эфирных маслах своим коллегам, друзьям, те интересуются и просят, и говорят там, Ирина, а вот можно мне чайное дерево, флакончик, а можно мне там мяту перечную, Ирина покупает по оптовой цене, а продает по розничной, ну, копеечка в карман, но все-таки приятно, вот, еще хороший бонус для партнеров Дотера, это кэшбэк от 10 до 30 процентов на покупки, что такое кэшбэк, я думаю, все знают, у всех есть накопительные карты в тех магазинах, где вы покупаете продукты, будь то пятерочка, будь то магнит, будь то там еще какая-то другая сеть магазинов, и вы приходя на кассу, протягиваете карточку, вам там накапливаются баллы, и вы потом эти баллы можете списывать, покупать на них какие-то другие продукты, вот, то же самое здесь, каждый раз покупая продукцию, вы получаете кэшбэк, он у вас идет на ваш личный счет, и когда там накапливается определенное количество баллов, вы на эти баллы можете купить какой-то продукт, это приятно, также, когда вы становитесь партнером Дотера, вы можете участвовать в различных акциях, вы можете участвовать в акциях по получению подарков, и это тоже очень приятно, многие боятся регистрироваться из-за того, что их там заставят обязательно что-то покупать каждый месяц, этого нет, этого нет, это я заявляю сразу, вы когда приходите в обычный магазин, покупать продукты, вас же там никто не дергает за рукав и говорит, ты давай приходи на следующий месяц, ты обязательно приходи и купи у нас вот это, а если не придешь, мы тебе ай-яй-яй и ата-та, ну такого же нет, правильно, здесь то же самое, то есть Дотера это ваш магазин, в который вы приходите тогда, когда вам нужно, когда у вас есть потребность в каком-то продукте, приходите в любое время, покупаете на любое количество денег, которые вы себе запланировали и никто вам не скажет, что вам нужно купить больше или меньше, здесь вы сами себе господин, потому что у вас есть свой личный кабинет в Дотера и кстати у вас будет свой куратор, когда вы приходите ко мне регистрироваться, я обязательно назначаю вам куратора по личному кабинету Дотера, который поможет вам сориентироваться в этом кабинете, как туда войти, как там разбираться с продуктами, что, где, как заказать, как оплатить и так далее, и так далее. Ну и в Дотера есть еще один очень приятный такой как бы приятный момент в том, что здесь можно еще и деньги зарабатывать, но я на этом подробно конечно останавливаться не буду, просто я например зарабатываю, а кто-то приходит просто покупателем, но если человек пришел покупателем, а потом заинтересовался, чтобы получить возможность еще и зарабатывать, да, здесь доход, он просто обращается ко мне и тогда я его завожу в школу бизнеса, естественно, тоже бесплатно, человек изучает бизнес Дотера и начинает зарабатывать деньги, вот такая прекрасная возможность тоже здесь есть. Ну и конечно, самое главное, что получает человек при регистрации Дотера, он получает здоровье, потому что он получает прекрасный продукт для своего оздоровления. Сейчас я хочу сказать вам по апрелю, у нас осталось три месяца апреля, и это последняя возможность, это действительно последняя возможность, когда можно войти в Дотера с очень хорошей скидкой. Вообще у нас семейная аптечка, это самый популярный набор, потому что он самый недорогой, вообще он у нас стоит 11 900, но с 1 мая будет подорожание в среднем на 8%, поэтому мы пока не знаем, сколько семейная аптечка будет стоить в мае, но сейчас действует акция только до конца апреля семейную аптечку можно купить за 9 990 вместо 11 900, то есть экономия практически 2000 рублей, и это только вот сейчас, только вот эти последние три дня апреля, больше этого не будет, я думаю, что наверное никогда, скорее всего. Значит, давайте еще раз по семейной аптечке. 10 масел по 5 миллилитров, и как акция вот в этом месяце у нас исключение идет на эфирную смесь Deep Blue, она у нас идет не по 5 миллилитров, а в роллере 10 миллилитров, это только в этом месяце, то есть вы не только экономите прилично в деньгах, но вы еще и масло больше получаете, и к тому же этим маслом еще и пользоваться удобнее, то есть он в роллере, вы просто его берете и уже в готовом виде взяла и капнула себе, наносите на проблемные зоны. Подарком к семейной аптечке идет эфирная эфирная смесь деблу синего цвета, поэтому я теперь в синих пятнышках. Подарком идет эфирное масло дикого апельсина, будет в наборе каталог, и что еще вы получаете бонусом к этому, к регистрации Дотера? Вы получаете доступ к моему обучающему курсу по эфирным маслам и самое такое большое, глобальное и прекрасное, вы получаете доступ к материалам марафона здоровью и стройности. То есть по сути вы входите в марафон, я вас завожу в личный кабинет марафона, я вас завожу в чат поддержки марафона, то есть вы вступаете в сообщество из которого вас никто никогда не выгонит и вы занимаетесь своим здоровьем через питание, через очищение организма и через применение эфирных масел. Вот эти вот три ипостаси, вы это изучаете, у вас целая база уроков, больше 30 уроков, кроме питания, очищения и эфирной терапии у вас есть еще уроки пилатеса, уроки йоги и это еще не все, у нас уроки косметолога, у нас будут уроки психолога и так далее, и так далее. То есть это такое широкоформатное мероприятие, которое все время обрастает новыми и новыми материалами, и вы эти материалы все время имеете, имеете и имеете, ничего больше, по сути, не вкладывая сюда. Поэтому здесь это очень выгодно, выгодная штука войти в Дотера именно в мою структуру. Если вы где-то в другом месте будете входить в Дотера, то вы просто войдете в Дотера, вы просто получите набор, вы просто получите каталог, и вы будете просто пользоваться маслами. Но когда вы входите у меня по моей ссылке или по ссылке тех, кто находится в моей структуре, вы получаете намного больше, вы получаете здоровье и получаете еще и мою поддержку. И вот теперь я хочу перейти к своему уникальному предложению, которое я делаю только сегодня, и оно будет действовать, мое предложение, то есть оно действительно только три дня до конца апреля. Как только наступит мая, я больше уже предлагать это не буду. Значит, в чем оно заключается? заключается оно в индивидуальном сопровождении по этому самому курсу, который я вам сейчас назвала в здоровье и стройности в течение месяца. На самом деле вот это сопровождение оно стоит 24 тысячи в месяц. Сейчас я вам даю возможность получить это сопровождение бесплатно. Бесплатно. Вы можете просто войти до терра за маленький набор за 9 990 и получить мое сопровождение на месяц, получить само собой все вот эти бонусы и все вот эти доступы, которые я обозначила в предыдущем слайде, и плюсом получить месячное сопровождение мое личное с большой консультацией, с разработкой индивидуальной программы лично для вас программа по питанию, по очищению и по эфирной терапии. Лично под вас, под ваши заболевания, под ваши проблемы. Под ваши проблемы. Я возьму только 5 человек. Вот те 5 человек, которые успеют запрыгнуть вот в эти 3 дня в регистрацию и поднять руку и сказать, что возьмите меня на индивидуальное на месяц, тех я беру. Кто не успел, тот опоздал. Итак, значит, осталось 3 дня, чтобы запрыгнуть в Дотера за ту цену, которой больше не будет никогда, чтобы взять мое индивидуальное сопровождение, которого тоже больше на этих условиях не будет никогда. И все, что вам нужно, это по окончании вебинара обратиться либо ко мне, если вы пришли от меня по моему приглашению и запросить у меня ссылку на регистрацию, либо обратиться к тому человеку из моей структуры, который вас пригласил на этот вебинар, запросите ссылку и успеете сделать это вот, 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 потому что у нас с вами осталось очень мало времени. На этом я могу закончить свой вебинар. Я от всей души благодарю тех, кто дослушал до конца и в благодарность за то, что вы дослушали до конца, я вам дарю подарок. По окончании вебинара я сделаю запись и под записью я дам вам ссылочку, по которой можно скачать бесплатно гайд, как эффективно снижать вес без откатов, как снижать вес без откатов быстро и эффективно. Благодарю вас за внимание и на этом заканчиваю свой эфир. Спасибо. Спасибо.